Приветствую всех любителей лучшей японской анимации или просто ею интересующихся. Каждый новый аниме-сезон преподносит нам что-то уникальное, как хорошее, так и плохое. Однако всегда остаются такие тайтлы, за просмотр которых предстоит раз за разом возвращаться, заново переживая их историю или даже открывая новые грани в знакомых событиях и кадрах. Один из таких сегодня и предстоит вспомнить добрым и не очень словом. Для начала немного о стрелайне и о том, почему это аниме обязательно стоит заценить. Ну а далее со всевозможными спойлерами, дружно оценим все плюсы, минусы, гениальные решения и легендарные факапы, подстерегающие нас в действиях героев и истории в целом. Ну а если же вы здесь за теориями, от которых вероятно поехал бы сам создатель, то смело мотайте на этот вот таймкод. А сейчас же добро пожаловать на всесторонний смотр аниме-произведения «Убийца Акамы». Испокон веков познавший силу аниме части человечества не давал покоя вопрос. Через сколько серий спустя это самое аниме безоговорочно купит внимание зрителя для просмотра всего сезона. У Акамы на это ушло всего 3 минуты. Square Enix в качестве издателя. Пускай манги, но всё же. Да и к тому же вышедшая из-под пера White Fox, которая вообще на первоклассных Dark Fantasy специализируется. В частности, у Резира это хорошо наблюдалось. Хотя к этому жанру она не то чтобы причастна. Так или иначе, история «Убийца Акамы» спокойно могла бы зайти за этакую Final Fantasy нулевых. Сами посудите. Неладно всё в королевстве фэнтезийном. Власть совсем зажралась. На самой верхушке власти восседает тупой тиран-марионетка, окруживший себя многочисленной армией. А со всеми несогласными с таким положением дел устраивает групповую терапию в виде публичных казней. Как-то слишком злободневно. Но не время грустить, ибо одинокий японский школьник уже отправился в столицу этого королевства исправлять ситуацию. С верным мечом, мешочком бабла и жаждой приключений. Да и с подобным набором знакомых RPG-механик совсем не возникает вопросов, как он добыл себе всё это. Очевидно, выбивал луты из попавшихся под руку монстров. Рандомные схватки с ними по дороге здесь, если что, в наличии. Плюс, судя по тексту и упоминаниям в манге, здесь присутствует что-то вроде системы левелов. Как для чудищ, так и для героев. А мотив героя выбраться в большой мир заключается в спасении родной деревни от голодной смерти. Лучшие традиции второго Фоллаута, совледенные мне уже нравятся. Однако, не всё потеряно для рабского людо. Пока в столице бушует отряд наёмных убийц, ликвидирующих коррумпированных высокопоставленных чиновников. И просто нехороших дядь и тёть. С помощью уникального персонального оружия, созданного из элементов разносортных чудовищ. Само собой, парнишка по имени Тасуми, предлагаемый нам в качестве протагониста, к этой убийственной во всех смыслах банде присоединится. И не стоит читать это за спойлер, но он в их составе ещё до опенинга успел попозировать. Не представляю, кем нужно быть, чтобы не допереть до этого сюжетного хода. Но благо история эту интригу тоже долго не держит. По большому счёту, всё происходит в рамках первого эпизода. Сам же момент отречения героя от желания бравой госслужбы и переход в революционную армию достаточно неплохо срежиссирован. Что, конечно, не мешает герою через пару минут стать обычным комик-релифом. Так что уже здесь можно готовиться к тому, что подавляющее количество всевозможных приколюх будет вертеться вокруг него. Но волноваться об этом стоит лишь в том случае, если вы ждёте что-то серьёзное. А здесь же у нас ситуация неоднозначная. И именно здесь удовольствие Неофитом я уже портить не стану. Если ты, мой дорогой зритель, с этим аниме ещё не ознакомился, срочно все 24 серии смотри. Ночь впереди долгая, успеешь. А потом уже забегай на авторпати с кучей спойлеров и разного рода анализом. Всем же в Storyline посвящённым добро пожаловать в его разбор уже. Самое время обсудить, почему именно это произведение заслуживает особого внимания. Когда авторы начали сдаваться. И какие вопросы 100% возникнут в том или ином месте при просмотре. Достаточно сложно получать удовольствие от аниме, где агрессивно чётко прослеживаются стандартные шаблоны, которые уже лет как 10 продвигаются самыми мейнстримными тайтлами. Яркие сцены, многосерийные дуэли, внезапное сценарное потрясение, заставляющее вновь и вновь переосмысливать ту или иную увиденную сцену в кроватке перед сном. Я ведь не один такой, правда? Поддержите меня. Но раз уж без них нельзя, и здесь этих самых шаблонов тоже с головой хватает, важно, чтобы произведение хотя бы умело их утилизировать. Так-то весомый социальный подтекст — это мощно. Но вопрос в том, как долго сценарий сможет продержать его валидным, а накал — высоким. По моим подсчётам, аниме это удавалось первые две серии. Именно здесь чётко становится понятно цели наёмников из отряда ночного рейда. Как они профессионально выполняют задания. Сколько и чего стоят их заказы. И что протагонист, пусть держа высшие цели в уме, биться готов исключительно ради денег. Тихо и, главное, быстро работающие профессионалы. И неглупый новичок, который битвы начинает не иначе, как с навыка красноречия. Правда, после успешных побед тут никто не догадывается противникам башку отхватить для верности. И им это порой ох как аукивается. В смысле, камон, даже в куда менее мрачном резиру об этом позаботились. Впрочем, вы-то уже наверняка знаете, что сценарий в этом плане ещё наверстает. Так что волноваться не стоит. Итого, в данный момент перед нами уже нарисовывается неплохая дарк-фэнтезийная база, проработанностью которой авторы позаботились о том самом любителе годного и западающего в душу контента. Обо мне. Но не всё так гладко, как хотелось бы, иначе бы мы здесь не собрались. При умелом настрой на хмурый ряд в первых двух эпизодах, следующие четыре проходят в совсем уж лайтовом ключе. И если в первом эпизоде мы печалились вместе с героем над тем, что его товарищей до смерти замучили, в следующем мы уже переживаем, сможет ли он в реке рыбку поймать. И чем будет ужинать. Так что и к моменту появления такого же противника со спецоружием, зритель подойдёт уже расслабленным. Так упорно накаляемый градус жести к этому моменту снижен. И хорошо, если незаинтересованный зритель здесь ещё не бросит смотреть. А то, знаете ли, пара знакомых примеров есть. И судя по всему, с этого момента ждать уже остаётся обычную фэнтезийную рутину. Наблюдая за которой, у процентов 70 зрителей по-любому возникнет вопрос. Почему тайтл называется «Убийца Акамы»? Ну как бы да, здесь есть персонаж по имени Акамы. Но в сюжете она играет едва ли большую роль, чем другие члены группы. Я вам этот секрет раскрою. Официальная теория в том, что оригинальная манга и аниме должны действительно были быть про неё. Но в момент написания у автора сценария появились персонажи поинтересней. Так что он просто забил. Что так-то валидно, если вы других персонажей уже оценить успели. Иронично, но каждый из них смотрится куда интереснее Акамы. Но сама Акамы хотя бы получила полноценный приквел. Где наконец-таки выступила главным героем. Хотя бы в манге приквеле спустя пару лет автор наконец-то определился. Но если же вам посчастливилось узреть лишь аниме-адаптацию, вопрос протагониста вас будет посещать постоянно. Не поможет даже суперинтересная история Акамы про разлуку с сестрой. С этой точки зрения гораздо интереснее будет наблюдать за метаморфозами её прокачанной сестры. Мне лично в этой истории куда больше доставила досюжетная арка Брательника. Помимо всего прочего, для которого броня из Дума – это повседневная одежда. Ну как, можно не любить этого персонажа. А ещё он гей. К тому же, это история о солдате, который до самого конца верил в своего несгибаемого неподкупного командира. И своими помыслами и действиями, даже покинув армию, стремился быть на него похожим. Но вот на деле именно его начальник под тираническую машину первым и прогнулся. А при встрече вновь им раз и навсегда предстоит выяснить, чья же правда сильнее. Ещё и с наномашинами. Вот это мощно. Но если же вы задумаетесь о количестве экранного времени, КПД персонажей в сюжетных движухах и прочем, то сильно расстроитесь. Ибо у той же Кашкотянки Леона гораздо больше экранного времени, чем у Акамы. Про Тацуми вообще молчу. По всем литературным догматам именно он главным героем быть и должен. Да и вот уж сюрприз, везде основное внимание притягивают самые активные яркие персонажи. Совсем не те, что сидят в тени и отмалчиваются. Вот ничего с этим не поделать, так работает восприятие. Вот и к текущему моменту, если вы думали на тему того, изменилось ли бы хоть что-то, если бы аниме называлось «Ночной рейд» или «Наемники против империи», вы не одиноким. Но всё равно ничто из подобных копаний Нина Йоту не приблизила к ответу к самому острому вопросу, возникающему при просмотре. Да, какого хрена у Леоны две пара ушей при звериной трансформации? Это баг или фича? Они типа создают бинауральный звук? Я бы хотел знать. Так или иначе, как лодку не назови, а плыть придётся. И банальная фэнтезийная рутина, к которой зритель уже мог привыкнуть за пять эпизодов, очень быстро охлаждает трахание наших девочек острым сюжетным поворотом. Именно после этого момента у повествования появляются принципиально новые козыри и проблемы. Во-первых, становится ясно, что не все действующие персонажи доживут до гранд-финала. Автор своих персонажей жалеть не намерен. И главное, чем болезненнее будет конец любимого героя, тем больше эмоций будет вызвано у зрителя. Вопрос при этом встаёт следующий. Достаточно ли на персонажа успела сместиться точка фокуса, чтобы зритель переживал за их дальнейшую судьбу? Вроде бы пять эпизодов для этого уже было. Но ответ нет. Всё сделано максимально неправильно. Выдержка зрительской вовлечённости практически отсутствует. И я бы хотел, чтобы это было только моим мнением, но, увы, критики придерживаются того же. Ведь о первой жертве сценария Шевле мы толком ничего не узнали. Пятиминутки о несчастном детстве явно не хватает для переживания. Тут у всех героев детская история, если что, похожая. Кому и чем она могла запомниться за пять эпизодов, можете написать в комментах. Но для большинства зрителей она навсегда останется тянкой с самым непрактичным оружием в этом мире. Понимаете, кто-то получил экзоскелет с режимом невидимости, нифиговой бронёй и фильтрующим противогазом для опасных ядов. Кто-то получил гаусс-пушку со снайперскими режимами, автоматическим огнём. В общем, ничуть не хуже ствола, что было у судьи Дреда. А кто-то получил ножницы. Но даже это не худшее. Этот кто-то не рюкоматой! Так что в схватке с автоматическим оружием точно всосёт. И будь остальные девайсы команды настолько же бесполезны, да никто б слова не сказал. Но буквально из двух ранее рандомно приведённых примеров мы знаем, что ситуация там несколько иная. Но даже это не самое страшное. Ведь если градация вовлечения в судьбы, выживших от эпизода к эпизоду персонажей, в дальнейшем происходит логично и последовательно, следующее полностью этот экспириенс портит. И говорю я сейчас об эпичнейших, ужаснейших факапах персонажей. Знаете, те самые моменты в экшен-играх, где, воюя на лоу хп, у вас не возникает желания перезагрузиться сейва, где здоровья у вас было побольше. Вы искренне верите, что, ввязавшись в очередную схватку с таким состоянием, выйдете из неё победителем. Ибо вы не на помойке себя нашли, но как бы в состоянии оценить свои силы и навык. В этом случае возможное поражение не покажется чем-то заслуженным. Ведь вы прекрасно представляли, что делали. И лишь обстоятельства пошли против вас, не дав одержать победу. И зная это, вы теперь не проматываете в голове этот бой раз за разом, представляя, как смерть персонажа можно было бы избежать. И вот, держа это в уме, давайте-ка проанализируем эту задающую всей истории тон сцену. Итак, аугментированные спецоружием Тейгу члены Ночного рейда вступают в бой с аугментированным бойцом Имперской Стражи. Пусть и с напрягом, но революционеры берут инициативу в схватке. Итого, после очередной успешной атаки, Стражница остаётся без рук, без оружия. И имеется неиллюзорный шанс того, что при её смерти выключится и Тейгу Псина. Но вместо того, чтобы сделать ещё полдвижения и снести врагу башню, то революционерка, которой всем почему-то жалко, позволяет врагу отдать команду своей Псине, дать этой штуке трансформироваться в Берсерка, напасть на её коллегу, и оставляет в тылу врага, бежа спасать свою напарницу. Развязку всего этого, уверен, вы уже знаете. Теперь давайте-ка поможем Дашу Следопыту найти хоть одно правильное действие в этой сцене. Лучшие свои догадки присылайте мне на почту верное действие в шестом эпизоде «Убийца Акам, собака, бле...» Уверен, всем посвящённым в боевые анимешные сцены может быть знакомо то, что посреди напряжённой ПВП-драки участники могут начать прогонять многосерийные монологи. О том, почему они это делают, что их жизни такое привело, ну и так далее. Это некая условность подобных сцен, и присутствует она почти везде. Особенно, когда погружать в противостояние персонажей шанса раньше не было. У прошаренного зрителя к таким моментам уже выработан какой-никакой иммунитет, позволяющий сводить фокус исключительно к динамике сцены. Таким образом, в глазах скиллового зрителя между героями проходит обычный бой. Но вот здесь этой условностью казарнуть уж никак не выйдет. Среди всех шаблонок, что уже успели отметиться в этом аниме, ещё ни разу не было многосерийных дуэлей с абстрактными поединками. Короче, даже Наруто себе такого не позволял. Конкретно здесь промежуток времени слишком мал, чтобы враг успел сделать то, что сделал, а герой при этом не имел возможности ему помешать. С другой стороны, если продолжать расценивать это как JRPG, можно сойтись к тому, что был просто не её ход. Так что да, в принципе, Валейнов говорит, что доебался. Но если вас этот аргумент тоже не очень устраивает, то вы тоже придёте к одному очень неприятному наблюдению. Для придания драматичности и вытягивания из зрителя каких-то эмоций, авторы намеренно делают героев тупыми. Безусловно, одна из лучших провокаций зрителя на эмоции – это смерть любимого персонажа. И авторы как могли эту идею старались развить. Ведь с девятой серии и формирования отряда егерей для борьбы с агрессивными революционерами нам предлагают за этих самых членов отряда волноваться, пытаясь раскрыть их как личностей, каждую со своими мотивами, переживаниями и вообще в целом. Посвящается им совсем немало экранного времени, всё сильнее и сильнее стремясь вызвать эмпатию у зрителя с каждой новой сценой. И знаете что? Это не работает. Это немного лучше работает в манге, но добраться до неё ещё предстоит. В целом и так понятно, чего тут пытались добиться авторы. Что злодеи, конечно, убийцы, но и герои достигают своих целей, убивая всех налево и направо. В итоге злодеи потом убивают героев, иногда наоборот. В общем, недвусмысленный намёк, что убивать – это плохо. И неважно, на какой стороне ты находишься. Но для желаемого результата цели героев и злодеев должны быть не до конца очевидны, заставляя в определённые моменты кардинально переосмысливать действия обоих. А порой иногда в голосину и выдавать «вот это поворот». Здесь же цели противоборствующих сторон яснее некуда. Неважно, какими методами сражаются герои. Их дело благое, и мы это знаем наверняка. Та же ситуация у антагонистов. Мы отлично представляем, что будет в случае победы вторых. И нас это не устраивает. Таким образом, о каком-то сострадании или волнении за их дальнейшую судьбу забыть можно сразу. Но хотя бы всё ещё проявлять интерес. И то вроде какого-то общего превью в стиле «поджигатель в противогазе», «хер с крыльями», «чел моряк», «финальный босс, которого хер убьёшь» – дело идёт редко. Я не преувеличиваю это всё, чем они запоминаются за парой исключений. Первая из них – сестра Акаме, лолька-некромантка Куромы. Она, конечно, больше искусственно завладевает зрительским вниманием, так как всё-таки тесно связана с протагонистом. Да и история их противостояния действительно может показаться интересной. В частности, почему Акаме так легко готова убить сестру? Ни в анимании в манге этого, конечно, не будет, но наверняка это объясняется в приквеле. Второе исключение – лично мой здешний злодейский фаворит Серио. Пострадавшая от ночного рейда имперский гвардеец. Начинившая своё тело и тейгупсину с борно-разборными боевыми аугментациями. Не хуже тех убервафелей с Deus Exo. Ставшая в итоге почти неубиваемым киборгом. И если бы умела вовремя затыкать варежку, свою цель без сомнения бы достигла. Впрочем, антирезультативно болтать тут любят абсолютно все, и придётся об этом поговорить тоже. Отсутствие какого-либо телодвижения в борьбе за свою жизнь мы уже коснулись. А теперь о том, почему победы в боях для обоих фронтов становятся не иначе как чудом. Лично меня в этом окончательно убедила 16 серия, где лучшие из лучших наконец-то перешли к агрессивным переговорам. За отсутствием очевидного финального босса в этой разборке, всё внимание сходится на том, что будет делать сестра Акамы Куромы. Всё же на её силе и опасности акцент делался уже не раз. При этом в её образе нет очевидной угрозы. Так что и переживания за протагонистов как минимум удваиваются. И предвосхищая её возможности, мы волей-неволей начинаем ждать, сколько персонажей после боя с ней уже не встанут. Вот только продолжается всё это ровно до момента, когда она открывает рот. Ууу, я призвала некродракона, чтобы он вас раздавил. Не стану ему помогать, я лучше посижу вон там и прокомментирую ситуацию. Ха-ха, я только что отхватила тебе руку. Очевидно, у меня бы не ушло и полсекунды, чтобы тебя добить, но давай лучше обсудим твою невнимательность. Ага, похоже ты попалась, мой лягушечий капкан, и теперь не можешь двигаться. Я могла бы снести тебе башку прямо сейчас. Но лучше почитай монолог о твоём незавидном положении. Очевидно, с такими профессиональными убийцами обе стороны расходятся без какого-либо урона. С этого момента аниме становится практически фэмили-френдли, смело можно смотреть всей семьёй. Не стоило, конечно, ждать, что в капусту поробят самых ценных юнитов, но вот некоторые неожиданности, ведущие к такому исходу, это да. Ведь к этому времени нам уже дали понять, как работает этот мир по отношению к любимым персонажам, и как быстро и безвозвратно для них всё может закончиться. И это не я такой фантазёр, хороший пример чуть ранее у нас уже был. А конкретно, эпизод с атакой базы героев. И в частности, те моменты, когда ассасины снимают одного за одним, считая трупы. Мы не хотим верить в их смерть, но подсознательно понимаем, что это возможно. Сюжетный нарратив успел позаботиться о том, чтобы зритель воспринимал такие сцены очень серьёзно. Причём, это было бы спонтанно и неожиданно. Как следствие, и эмоциональный отклик был бы в разы выше. И главное, чем дольше в кадре отсутствуют знакомые персонажи, тем больше мы за них переживаем. Испытывая несказанное душевное облегчение, когда они снова появляются в кадре. Безупречный приём, демонстрирующий, насколько шаток путь революционера. И главное, как легко их можно зажать в безвыходной ситуации. Но по мнению автора, эта идея была слишком хороша. Так что он пошёл по наименьшему сопротивлению. Тупо стал снижать IQ героев, чтобы побыстрее закидать экран трупами. Таким образом, любительница Чупика в Челси, являющаяся до этого самим воплощением аккуратности и предусмотрительности, тупо начинает рашить. И Чупик по итогу делает из неё самой. Такой же предусмотрительный Лабак, уже переняв инициативу боя и обезоружив противника, зачем-то начинает строить из себя переговорщика. За что в итоге на пике Точёной и налетает. Что убило Майн в аниме до сих пор загадка. Особо плотная отдача от её гаусс-пушки? Или падение с больших высот? Ей как бы не впервой. Ну да ладно, она всё равно никому не нужна была. А вот за Леона обидно. Она здесь просто особой премии Дарвина заслуживает. Кидать многотонные колонны ей как нихер делать. Помешать пенсионеру кинуть кулак к солнцу в сделку не входит. И плевать, что там у него могло быть. Штурмуя замок империи, врагов ей давно уже надо было переоценивать. Как итог, 10 болезненных пулевых ранений из однозарядного пистолета. Даже здесь аниме пропокапилось. В манге если что револьвер был, так что в принципе логично. Но она хотя бы цели достигла, так что фрустрация несколько подавляется. Так или иначе в манге подача тех же обстоятельств и действий очень сильно отличается. И это обсудить ещё предстоит. Но к этому моменту, исключая все очевиднейшие и не очень факапы героев, злодеев, но в первую очередь в сюжете автора оригинальной манги и режиссёра, общая история практически не проседает, заставляя просматривать весь сезон чуть ли не на одном дыхании. Мне лично очень сложно угодить, но даже при этом все 24 серии я прогонял за один присест. Слишком уж хорошо динамика повествования здесь реализована. И с утроенной силой заставляет желать узнать, чем аниме будет в состоянии травмировать психику неподготовленного зрителя дальше. Таким образом, каждый эпизод автоматически заслуживает некоторый кредит доверия. В случае, если предыдущий всё же умудрился где-то просесть. А такое, как мы выяснили, тоже, к сожалению, есть. Но особые награды всё равно заслуживают на этупейшие арки с ареной для боёв и островом с белым песочком. Первая арка фрустрирует не особо. Всё же, если до сих пор расценивать эту историю как JRPG, то в принципе подвязать эту арку можно. Нечто подобное в одной из последних Final Fantasy уже было. И тоже смотрелось совсем не к месту. Да и в конце концов, там денежный приз был, а герой просто на деньги покусился. Все ж мы люди, как говорил Пахом. Но вот пляж — это отдельная боль. Мне слабо верится, что автор, купивший моё внимание такой социальной драмой и заставившись с облегчением смотреть на титры очередного эпизода, понимая, что персонажи его пережили, написал бы что-то вроде а потом плохой чувак подкрался к эсдеситациями и телепортировал их на тропический остров с пальмами и кокосами. Не хочу хвастать, но... Я в 12 лет более проработанные шиперные фанфики писал. Но благо есть эти эпизоды и пусть будут, благо авторы знают, когда остановиться. И останавливаются очень грамотно. Сам Grand Final как будто взял лучшее из Devil May Cry 4 и DMC. И если бой с королевским мехом чуть ли не один в один сточен, то вот финальный бой Акамы с Эздес посреди руин падшего города чуть ли не на трупах своих друзей и врагов действительно смотрится крайне зрелищно. Каждый понимает, что все кончено, но ни один не готов сложить оружие. Каждый использует свои последние козыри. И последствия никого уже не волнуют. Момент с активацией демонического режима просто бесподобен. И если ты тоже шаришь в теме, то уже слышишь эту музыку. Так или иначе, насколько бы прекрасными не были финальные зрелища, приняв судьбы павших героев, даже у не читавших мангу зрителей постоянно появляется вопрос. Уважаемые, что здесь происходит? И вот теперь самое время коснуться манги. Раз уж вы это смотрите, то скорее всего прошарены фактом того, что аниме очень быстро обогнало и ручную рисовку манги и заканчивалось по наброскам первоначального сторилайна. Однако, вопреки ожиданий, на самой Акамы манга больше не фокусируется. Зато, например, частенько подкидывает зарисовки для экшен-игры по мотивам. Удивительно, что при всей зрительской любви никто до сих пор не запарялся хотя бы любительской игрой по мотивам. Но хотя бы и такие типажи, и похожие персонажи в некоторых японских играх всё же встречаются. Так что иногда везёт хотя бы представить, как бы нечто подобное могло выглядеть. Сама же Акамы в манге представлена куда воинственнее. И слэшерные сцены с разрубанием всего и вся наблюдаются гораздо чаще. Что очень хорошо. Много чего можно растащить на годные арты. Плюс, в свойственной манге-манере большинству героев уделяется больше внимания, наполняя их мотивы и действия более яркими красками, нежели на экране. Так, например, аниме не один раз говорило, что Эздес отбитая на всю голову садистка. Но дальше слов дело обычно не шло. Да и учитывая темп анимационного повествования, в это всё можно было просто поверить. Большую часть времени нам хватает волнений того, что нам просто может замораживать время. И что герои будут с этим делать? Манга же, наоборот, подробно её садистскую натуру демонстрирует. Вон, бедная кошка-девочке настоящую вивисекцию устроила. Даже сиську не пожалела. Сука, на святое покусила, теперь она мой персональный враг. Намного лучше был раскрытый отряд егерей. И главное, сам персонаж Вейв, который всё это время представал неким антиподом Тациуме. Можно сказать, что на его примере мы пронаблюдали, что могло бы произойти с протагонистом, если бы он на королевскую службу всё же поступил. Волноваться за Вейва даже в этом случае, правда, получается не особо. Потому что он служит правительству, а правительство конченое. Вон, видели, людей распинает. Короче, лично я ему желал скорейшей смерти и в аниме, и в манге. И похрен, что в самом конце он решил на сторону героев перейти. Крови, если что, он до этого им попил гораздо больше. Далее поединок Акамо и Куромы куда больше походит на противостояние идеологии, чем по идее и должен быть. Никак не тянки с полным хп против её еле живой сестры. Но даже это не значит, что аниме всё делает хуже. Даже наоборот. Вклад Челси на экране становится куда значимее. Ведь она смогла хотя бы ослабить Куромы, чтобы та следующий бой гарантированно слила. Не обошлось в манге, конечно, без совершенно ненужных старилайнов. В частности, об отряде Дикой Охоты. Которых к тому моменту чтения уже смело можно было расценивать как будущих трупов. А ведь этой компашке аж два выпуска посвящено. Следующая важная тенденция манги – это последовательное исправление персонажами своих же факапов. Например, мутанты и кибернизированные имперцы, хорошо зарекомендовавшие себя при атаке на базу ночного рейда, полностью перестают использоваться после убийства доктора, разработавшего эту технологию. Причём станом машинами. Неужели никто не продолжил его успешное дело? Манга вот говорит, что продолжили. Причём с очень неплохими результатами. Да и сами герои стали более предусмотрительными. И размазывать в кровавую кашу трупы врагов наконец-то догадались. Ну и самый важный аспект. Отныне персонажи умирают не зря. Именно здесь проявляется то, на что я при просмотре аниме рассчитывал. И о чём уже хрен знает сколько здесь распространяюсь. Максимально болезненный и безвыходный конец. От пыток лапок и даже как-то неуютно стало. А я в неуютных вещах толк знаю. Столько фантомных болей читая всего две страницы получил. Надо бы не спойлерить что там и как, просто покажу вот эту картинку. Почувствовали? Движемся дальше. Главное здесь, пожалуй, остаётся то, что он делал всё для того, чтобы выбраться живым. Винить в неудачи его невозможно. Бой Леоны с премьер-министром, например, вообще в топовый боссфайт превратился. При этом начало весьма схожее. С первых секунд в разжиревшем чинуши Леона, как и читатель, особой угрозы не видит. Но первый же удар башкой об бетон заставляет её переосмыслить некоторые взгляды на жизнь. И, наконец, начать воспринимать врага более серьёзно, давая соответствующий бой. Понимаете, насколько одни и те же обстоятельства принципиально по-разному поданы? Тут тебе и классовое противостояние. Тут тебе и наномашины! Впрочем, Metal Gear Rising этот бой визуализировал куда лучше. Так что для более наглядного представления этой схватки можете ознакомиться. Опять же, винить Леоны трудно, шансы на победу были невелики. Не покидает ощущение, что через аниме автор прощупывал, что в его задумках работало, а что вызывало нежелательные вопросы. И как дело дошло до завершения манги, все замечания целевой аудитории были учтены. И вот вам результат. Ошибки исправлены. Все мелкие зрительские и даже читательские придирки мгновенно испаряются. Что же до очевидного протагониста Тацуми? В манге наилучшим образом демонстрируется то, чего может стоить стопроцентная ассимиляция Тейгу своего носителя. Или к чему приводит ульта персонажа. Limit Break, если мы всё ещё держим в голове референсы на Final Fantasy. В аниме лишь край муха можно было услышать о неком демоническом режиме при использовании оружия типа Тейгу. Там всё вело к тому, что обладеть им смогла только Акаме, и то под финальный бой. В манге же наоборот эта тема очень продумана. И даже к некоторой механике подвязана. Типа для активации нужно поддаться внутреннему чудищу, но последствия непредсказуемы. И как минимум 4 демонических режима под финал были задействованы. Что также вполне поддерживает заданный драйв повествования. Если конкретно акцентироваться на эпилоге, то оставшиеся герои зажаты в угол и готовы пожертвовать своей человечностью. С точки зрения истории, за свои приобретённые способности герои должны как-то расплачиваться. С точки зрения аниме лучше это даже не передавать. Да, демонические узоры на теле Акамы походу уже не пропадут. Но учитывая то, что из всего штурмового отряда она осталась одна, наверняка это меньшее из её проблем. В манге же, выживший Тацуми становится сраным драконом. Броне-экзоскелет полностью его ассимилирует. И он приносит эту жертву ради всеобщего блага. Что автоматически создаёт идеальную историю его жизни. От кривовато нарисованного новичка, до сраного дракона. Конечно, дабы выдержать эстетику безысходности и скорби, на этой ноте завершить историю и стоило. Но автор походу не до конца понимал, что он делает в этом и с ним похоже. Так что для майны Тацуми тут нарисовался совершенно натянутый хэппиэнд. А Акамы отправилась прямиком в сиквел. Который лучше бы, блин, вообще не выходил. Но это частое явление, так что нужно просто смириться. Несмотря на все свои недостатки, аниме за данный настрой всё-таки выдержало больше. При этом в обоих случаях с тем или иным успехом, но мысль была передана верно. Утрата выживших невосполнима. Как физически, так и душевно. Никто никогда не станет прежним. Они никогда не попадут в летописи, но их дело будет жить вечно. И лично на меня, среди даркфэнтезийного жанра, эта история произвела одно из ярчайших впечатлений. Ну, конечно, столбы ради какого-нибудь проходника тут уже полчаса распинаться. Если друзья атакуют вас вопросом, какую годноту посмотреть, предлагайте смело. Выбранная история и динамика подачи не должна дать заскучать даже далёкому от аниме и жанра зрителю. Вряд ли вы заставите знакомого читать мангу. Но вам, даже в случае услышанных катастрофических спойлеров, погрузиться рекомендую. В том числе повторно. Таким образом, как представитель даркфэнтезийного жанра, убийца Акамы успешно отрабатывает всё потраченное на себя время. И совсем несложно понять, почему оно так ценится зрителям. Несмотря на весьма скромные оценки критиков. Персонажи и события, через которые они прошли, действительно способны запасть в душу. А кончина любимых героев завершает эту историю на грустной, но всё же звонкой ноте. Однако, что если всё это не совсем так? Что если каждый эпизод этой истории оставлял зрителю несколько иной посыл? И настолько прямолинейный сюжет, без каких-либо сюжетных поворотов, на самом деле всё это время влиял на подсознание внимательного зрителя. Я хочу поделиться теорией, которую недавно создал. Анализировать все здешние истории и события можно, конечно, долго. В один момент такой анализ привёл меня к одной религиозной теории, где каждый герой представлял из себя один из смертных грехов. Но в конечном счёте она показалась мне несостоятельной. А вот другую теорию, более приземлённую, но не менее релевантную, всё же озвучил. Насколько бы возвышенной своими образами и персонажами не кичилась убийца Акамы, по сути, перед нами всё это время была обычная попсовая антиутопия. Стимпанк эстетики с волшебными подростками, свергающими несправедливую систему. Try to change my mind. Однако каждая, даже самая посредственная антиутопия, несёт в себе едва заметную, но достаточно существенную идею, заставляющую порой взглянуть на главных героев совсем по-иному. Подобный жанр и его структуру мы в кино уже наблюдали не раз и отлично себе представляем, что и как там работает. Где несправедливо угнетённый бедный пролетариат свергают злодея с абсолютной властью силами школьников суперспособностями. Не правда ли знакомо звучит? Архидея этого всего в том, что подростки борются с системой, а подвиг таких героев — это свержение, по их мнению, несостоятельной власти. Само собой, это ведёт к кровавому экшену, нескучному насилию. Да, вроде так. Блин, по-любому теперь акамы тоже запретят. Однако здесь это в любом случае уравнивается тем, что власть тоже держится на насилии. Так что и любые преступления героев сразу оправдываются. И выбирать между одним злом и другим зрителю становится гораздо проще. Также все без исключения власть имущие и защищающие их интересы показаны исключительно в негативном свете. Или даже откровенно фашистском. Обратите внимание только на форму Эздес. И то, что она вытворяла с трупом бедной Челси после того, как её обезглавила. Далеко не каждый борец за всё хорошее будет проводить такие опыты над мёртвыми, а потом и живыми персонажами. Хотя сама Эздес при этом наверняка уверена, что творит благое дело. Но отнюдь не доброе. Это видим и мы. И дабы остановить это зло, существует протагонист. Или несколько таковых. Готовых к любым жертвам, как среди своих, так и тех, кто их благой цели помешает. При всём при этом, насколько бы ни была блага их цель, для власти и общества, что не разделяет их идеи, герои будут выглядеть обычными бандитами. Или даже террористами. Именно с этим положением героев нас ознакомят стартовые кадры. Для мира Акамы ночной рейд – это та самая запрещенная террористическая организация. Цель же её – уничтожение правительства. Иронично при этом, что самому Тацуме никто из гражданских на жизни жаловался. Об угнетении и незавидном положении простолюдинов он всегда узнавал от третьих лиц. Плюс и взамен свергнутой системы сопротивлением не особо-то что-то предлагается. Все просто хотят разрушить то, что уже существует. Но вины автора здесь нет. На этом почти каждая подростковая антиутопия попадается. Так или иначе, в каждой таковой главные герои предстают как спасители. А истинные спасители готовы пожертвовать собой ради человечества. Прямо как сын божий. В том числе и на само распятие, отсылки что в аниме, что в манге делались не раз. И если вы уже в курсе судьбы наших героев, то всё остальное становится очевидным. Подростки с суперсилами свергли жестокого тирана. И принесли на фэнтезийные земли мир. Вот и сказочный конец, а кто слушал молодец, казалось бы. Однако всё может кардинально измениться, если мы вспомним, что давало героям их суперсилы. Это оружие из частей и органов местных чудищ. То есть вполне себе монстров. То есть, возможно, демонов. И вот теперь уже герои используют дьявольские силы для того, чтобы разделаться с неугодными. А точнее, с правительством, представленным здесь святым феодалом. Так что, следуя местному сюжету, все, кто служит божьему правительству, однозначный враг. Неспроста финальный бой почти полностью воспроизводит аналогичный с Devil May Cry 4. Где герой прибывает в мирный город и устраивает террор ради благой цели, собираясь свергнуть местного святого правителя. Этакого бога здешнего места. В данном случае не берётся во внимание, что этот бог жестоко несправедлив. Важно, что убивать его и ломать его систему пришёл сам дьявол. И главное, нашими руками. И вот теперь, как готовые на всё вояки, герои могут восприниматься ещё меньше. Они больше начинают напоминать секту. Вспомните хотя бы слова капитанши на тему того, что, узнав о них, герой живым уже не уйдёт. И если не готов вместе с ними драться, то будет им полы мыть и портки стирать. Да и они доходчиво ему объясняют, что за свою цель умереть все готовы прямо сейчас. Однако, дабы смягчить процесс этого посвящения, рядом всё время вертелась этакая искусительница Леоне, которая герой сюда и привела, и открыла ему глаза на реальное положение дел. Можно представить, что ей здесь выделяется роль этакого змея-искусителя, который предложил герою яблоко познания, после которого путь к прошлой жизни будет закрыт. Нет. Я убью её. Назад теперь пути нет. На твоих руках кровь корейцев, ты теперь в сопротивлении. Довольно странное сопоставление с мировым злодеем откровенно положительного персонажа. Но если обратиться к альтернативным источникам, мы получаем трактовку того, что Змей-искуситель не ставил целью изгнать первых людей из рая. Он хотел открыть им правду. Правду того, насколько на самом деле жесток и мрачен реальный мир. Не правда ли уже немало сходств с этой сценой? Дальше больше, ведь нам отлично дают понять, кого представляют противники главных героев. Исключительно власть имущих людей, чья жизнь построена на служении своему божеству. Следовательно, все, кто претендует на свержение этой системы, это враг бога. А враг бога – это дьявол. Что почти незаметно подводит нас к религии гностицизма. Где дьявол был отличным парнем, а бог использовал людей в своем эксперименте. И не хотел, чтобы люди узнали, что являются его частью. Первой жертвой от рук героя выступают чиновники. Власть имущие и просто зажиточные горожане. Второй – обычная полицейская, которая просто несет службу. Ну а раз уж все они используют демонические силы, как и отряд егерей, насколько бы радикально не подавались отличия и действия героев, они уравниваются. Особенно в манге. И о непогрешимости ведущих персонажей появляется повод задуматься еще раз. Ведь та же многострадальная Челсия обладает способностью менять облик. А это вовсе не божественное колдовство. У меня здесь написано найти библейскую отсылку, но в принципе ладно, пофиг. Вспомните хотя бы Локи из скандинавской мифологии, который обладал примерно тем же набором навыков. Он как бы далеко не положительный герой. Ну а уши и хвост у секситяночки не только делают ее желанной героиней всяких фетишей, но и являются средневековым символом одержимости. Одержимости дьяволом. Если кто-то заметит твои уши или хвост, дом медиа сразу выдаст тебя церкви. Начнете копать глубже, вы и у прочих Тейгу начнете интересные отсылки находить. Отравленный клинок, например, которым бьется Акамы, почти у всех злодеев библейской литературы встречается. Но, пожалуй, самым ярким примером все равно остается Тацуми. Когда драконья броня его полностью ассимилируют. И когда герой предстает перед нами в таком вот воплощении, это самый яркий намек на борьбу со своим демоном, который уже близок к тому, чтобы захватить тело и душу героя. Ведь над захватом тела у него пока что все отлично получается. Как будто у героя еще есть шанс не поддаться демону полностью. Но что читатель, что зритель рискует задаться вопросом, а ради чего ему сопротивляться? Чтобы остаться частью светлого человечества, которое уже успело не раз его предать? Быть может, гораздо лучше все же быть в тени среди демонов, которые как раз таки его приняли. Пусть и для своих целей. Ну а итог этой борьбы Манга нам в деталях показала. Не без факапов, конечно, но, помимо всего сказанного, для меня это произведение стало чем-то особым. И, разумеется, пополнило коллекцию годноты, к которой всегда можно вернуться. И еще раз пройти с героями их нелегкий путь к цели. Ну а чем убийца Акамы запомнилась именно вам? С какой частью моего спича вы согласны? И на какую часть у вас найдется свое мнение? Пишите, если есть что написать. А главное, смотрите только лучшее. Еще услышимся. Пока.